Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Это конкретные посты с техническим анализом и фундаментальные заметки с акцентом на какие-то важные новости, отчетность, например, корпоративного сектора. Очень часто мы стали делать обзоры про акции корпоративной истории. Это через ваш фидбэк, друзья. Поэтому тех, кто поддерживал эту идею, большое спасибо. Ну что, мы продолжаем следить за динамикой доллара, поскольку эта неделя насыщена событиями, прежде всего, значимыми для американской валюты. Я думаю, что не будет исключением и не будет какой-то ошибкой, если я скажу, что влияние доллара – это то влияние, которое распространяется на все финансовые рынки. Мы ждали заседания американского регулятора. Собственно, по итогам уже детально разобрали накануне, какие решения были фактически приняты, как это все повлияло на рынок. И нужно, безусловно, сказать большое спасибо Федрезерву. Наверное, лучше даже сказать большое спасибо Джерому Паулу, потому что, когда комитет принял решение по ключевой процентной ставке, повысил ее на 75 базисных пунктов, если вернуться, опять же, в торговую сессию среды, мы не увидели прям по факту этого события взрывной рост доллара, даже какие-то предпосылки для развития активного восходящего движения. Но очень быстро работу над ошибками провел Паул, потому что через 30 минут после этого его слова, его заявления и комментарии вдохнули, собственно, жизнь покупателей доллара, оживили вот эту бычьую динамику. В итоге я вас всех поздравляю. Мы снова протестировали сопротивление 113 пунктов. Этот уровень был нашей ближайшей целью. Но это, разумеется, еще даже не первая значимая цель, где мы могли бы снова взглянуть на перспективу доллара и попробовать поразмышлять о том, может быть, уже стоит фиксироваться. Нет, сейчас этот момент еще не наступил, друзья. Индекс доллара заряжен на дальнейшее восходящее движение. И я напоминаю, что мы должны сказать спасибо за вот этот будущий импульс, который реализуется Джерому Паулу, потому что американский регулятор, по его словам, будет решителен как никогда. Американский регулятор будет и дальше делать все возможное, чтобы стабилизировать цены, чтобы решить проблему с высокой инфляцией, которая остается на максимумах за последние 40 лет. Да, он признал, что через какое-то время будет уместно начать замедлять темпы повышения ставки или, может быть, даже взять паузу, чтобы оценить эффективность уже ранее принятых решений и мер. Но также отметил, что в ближайшее время это невозможно, потому что единственное, в чем нуждается сейчас американская экономика, это в проведении ограничительной политики от Федрезерва, которая тормозит и охлаждает потребительскую активность, потому что только в таком состоянии американская экономика не будет создавать прецеденты и условия для еще большего роста инфляции. И ПАУ рассчитывает, что замедлив экономику, он охладит потребительский спрос и создаст условия для, соответственно, снижения, последующего снижения индекса потребительских цен. Главный вывод и, наверное, главный комментарий, главное заявление, которое прозвучало вчера, а вывод это то, что мы должны сделать, то, что американский регулятор будет дальше активно повышать процентной ставки, причем предельный уровень ключевой процентной ставки, будет выше, чем прогнозировалось ранее. И, собственно, вот этот вот комментарий, он стал прям знаковым в среду, потому что после того, как прозвучали вот эти слова, давшие трейдерам понять, что ставка теперь может вырасти до 5,5 или даже 6%, вот на этом фоне индекс доллара начал активное восходящее движение. Вчера, под конец торговой сессии, динамика немного замедлилась и даже стала скучновато, друзья. Но сегодня скучать не придется, потому что сегодня Non-Farm Perils, еще один важный релиз для американской экономики, для доллара. Если Паул, опять же, считает, что уместно следить за рынком труда и инфляцией, и в этих отчетах искать какие-то подсказки относительно будущих изменений ключевой процентной ставки, мы сегодня этим и займемся, друзья. Non-Farm Perils выйдут в 12.30 по GMT. По прогнозам, мой субъективный прогноз я всегда даю вам, друзья, то, что ожидают в целом большинство экспертов и экономистов, вы можете посмотреть прямо в нашем экономическом календаре. Я думаю, что американская экономика в прошлом месяце создала 250 тысяч новых рабочих мест. И это прекрасный показатель, это отличная цифра, которая может стать дополнительным источником роста курса американского доллара, потому что еще один сильный релиз такого масштаба, в принципе, станет дополнительным подтверждением того, что американский регулятор пока что может не думать о последствии какого-то серьезного экономического спада, потому что если растет рынок труда, значит в экономике далеко не все так плохо, как прогнозируют многие и считают многие скептики. Главный вывод. Выходят сегодня сильные данные, мы, соответственно, продолжаем активно расти по индексу доллара. Если к статистике будут определенного рода вопросы, мы это разберем уже на следующей неделе, все равно, друзья, уже восходящий тренд доллара не переломите, и до конца этого года мы с вами точно увидим новые локальные максимумы, которые, на мой взгляд, находятся выше отметки 115 пунктов. По другим релизам. Евро против доллара. Соответственно, текущая ситуация по валютному курсу 0,9788. Вчерашняя торговая сессия, агрессивные распродажи евро, они были ожидаемы, потому что мы оставили на укрепление позиции доллара, и, соответственно, логичное следствие этого ослабления курса главного валютного риска. Но были еще и фундаментальные триггеры этого обвала. Блок статистики, в частности промышленный сектор еврозоны, 46,4, друзья, снижение 48,4. И каждый раз, когда мы с вами разбираем эти данные, я констатирую, я вынужден констатировать новые рекордные минимумы. Это характерно не только для еврозоны, это характерно для всех основных экономик ЕС, Германии, Франции, Италии. И даже если Европа, ну, она чутом, конечно же, смогла избежать рецессии в третьем квартале, я уверен, что при таких вот вводных, при таких данных и при потенциальном усилении энергетического кризиса в первом квартале 2023 года эту рецессию уже не избежать. Она, соответственно, посетит европейскую экономику со всеми вытекающими отсюда последствиями для курса европейской валюты. Еще одно решение вчерашнего дня – это согласованные меры правительства Германии по поддержке населения в условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию. В частности, меры поддержки подразумевают, что будут определены предельные лимиты расходов домохозяйств и бизнеса на электроэнергию и газ. Но здесь это, конечно же, хорошее решение, которое было на поверхности. Это решение, которое было самым простым, незамысловатым, но в то же время нужно думать о последствиях. Это непременно приведет к росту дефицита бюджета Германии больше, чем на 55-60 миллиардов евро. Серьезная сумма, которая может еще больше ускубить экономические проблемы. Ну и, соответственно, возможно даже оправдать сценарий с акса банка, когда пара евро-доллар не остановится даже на отметке 0.95 и пойдет ниже. Пока что, друзья, давайте держать шорт. Фунт против доллара тоже, как и ожидали, распродажи последовали. 1.12.37. Я, честно говоря, рассчитывал, что банк Англии все же предпочитет повысить ставку на 50 байсных пунктов, но он решил сделать так же, как и Федрезерв. Ставка повышена на 75 байсных пунктов до 3%. Но важно, что это решение принято не единогласно. Фактически двое из девяти голосующих членов британского регулятора считали уместным повышение ставки скромнее. И это раскол, друзья, который будет увеличиваться. То есть точно через месяц, когда будет следующее заседание, количество тех, кто считает, что нужно придерживаться уже голубиной риторики, будет больше. Это дополнительно окажет давление на фонд. И самое главное событие – это ожидание бюджета и того, что решит Риша Сунок по поводу мер поддержки населения тоже в условиях роста тарифов. Этот план будет обнародован 17 ноября. По-прежнему общество сидит и живет в розовых очках, полагая, что Риша Сунок не увеличит налоги и не будет существенно сокращать государственные расходы. Но я вас уверяю, друзья, все это и произойдет. Будут увеличены налоги, сокращены госрасходы. Коснутся эти меры всех сегментов общества. И, соответственно, фунт ожидает серьезный обвал, падение ниже отметки 1.10. Доллар иена 147.76. Цель прежняя – 145 иен за доллар. И рынок нефти постепенно растет. Продолжаем расти. Уже неплохое восходящее движение в рамках этой недели. Тестируем практически 96 долларов за баррель. Рукой подать до нашей первой цели – 100 долларов за баррель. Сегодня ждем в 8.55 по GMT блок данных по активности в сфере услуг еврозоны. Настраиваемся на плохие цифры и дополнительные распродажи европейской валюты. После этого переключаемся на нон-фарм перлс и ждем роста курса американского доллара. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошие торговые сессии. Всем пока.